Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики канала Птицы Домашние. Я, наверное, нас-то колебал уже с этими индейками и с тем, как их ощипывать, но, в общем, их надо потихоньку убирать. Поступил заказ на двух индюков, поэтому вот убираю сегодня темного индюка, это бронза, и сейчас у нас декабрь месяц, начало декабря, птицы семь с половиной месяцев. Я для этого, ну, как и вы писали в комментариях, и вообще, что, в принципе, нужна емкость побольше. Я вот приобрел пока вот такой вот строительный таз, сейчас буду полоскать в нем индюка и ощипывать, но ощипывать буду, как обычно. Так, дюк весь не погрузился, но мы его где-то по 5 секунд с каждой стороны окунаем, да? Окунаем по 5 секунд примерно с каждой стороны, потому что я не учел, что здесь воды будет так мало для него. Перу отходит. Все, мне кажется, достаточно, потому что если передержать, кожа просто сварится и будет рваться. Поэтому обычно я вот где-то по 5-7 секунд держу. Так, ощипываем грудь. Ощипываем грудь. Ну, индюк такой хороший, бронза, 7 с половиной месяцев. Ну, резкие движения, конечно же, они могут травмировать, вернее, что я говорю, травмировать. Кому уже это, кому уже это во вред пойдет? Они могут попортить кожу, вернее, резкие, неаккуратные, да? Ну, учитывая то, что я это делаю на улице, минус 7 градусов, вот, поэтому тут, конечно, тоже рассусоливать не хочется, но в то же время надо перо убирать аккуратно. И делаю я это как обычно сейчас. Если вы помните, в летних роликах, когда птице было 4,5 месяца, я подчеркиваю, птице было на тот момент 4,5 месяца, дорогие мои. Если вы помните, вы мне подсказывали, говорили, что надо перо тянуть вверх по ходу роста. И да, действительно, я отмечал, вон, закричали, услышали меня индюки. Я отмечал, что да, когда перо дергаешь по ходу, по направлению роста, действительно, меньше остается пеньков. Но, тем не менее, они оставались. А почему они оставались? Потому что птица была молодая и перо еще просто формировалось. Сейчас же мы уже ощипываем взрослого индюка. Уже сезон, когда птица полностью подготовилась к зиме. Вот. Поэтому смотрите, как все ощипывается. Конечно, есть определенное, такое неудобство определенное, то, что я делаю это на улице. Я делаю это на улице. Вот сейчас мне тут звонили, пришлось отойти. Все это, конечно, подмерзает. Ну, ладно, на улице сегодня минус 7 всего. Вот. То есть, смотрите, в тех летних роликах, где мы с помощью различных ухищрений пытались ощипать индейку без пеньков, было очень много комментариев. Там вы мне советовали то, все, пятое, десятое. Я помню. И мы с вами говорили о том, что птица, птица молодая еще, она не созрела. Что надо ее, как тех же, допустим, самых водоплавающих, лучше их резать тогда, когда и ощипывать, естественно, тогда, когда пройдет период линьки. Ну, вот почему мы летом делали? Таким-сяким способом, да? Вот захотели мы есть индюшку. Ну, что, мы будем ждать до зимы, что ли? Нет, не будем, мы идем ее и режем. Ну, что мы ее зарезали, а потом что мы делаем? Мы ее ощипываем, правильно? И что получается? И получается у нас птица с пеньками, правильно? Правильно. Потому что она какая молодая. И как ты ее не делай, вы сами это видели из роликов, с помощью пара, с помощью соды, с помощью вертикального, горизонтального выдергивания пера, чуть не сказал направленного бурения, все равно пеньки останутся. Их останется либо больше, либо меньше. Ну, в зависимости от того ухищрения, к которому вы прибегаете, ну, будет, возможно, меньше. Но они все равно останутся, потому что молодая птица. И я делал это, эти способы все применял, потому что я также вместе с вами, я учусь. И вы учитесь у меня, и я учусь у вас. Я ваши способы, которые вы мне подсказывали, я их пробовал. Ну, и какой мы вывод сделали? И мы вывод сделали, что темную птицу, темную породу, темную птицу, кросса, его ощипать без пеньков невозможно. Но есть одно «но», как вы поняли. Вот сейчас ощипываю птицу, ну, вообще, конечно, не напрягаясь, не заморачиваясь, и делаю это довольно-таки быстро. Быстро. То есть я птицу держал, как обычно, видите, выполоскал. Я ее полоскал, ну, так как воды набрал сразу немного, не рассчитал. Я первый раз в этом корыте птицу полоскаю. Она новая. Я переворачивал сначала одну сторону, потом другую. Делал всего это по 5 секунд, каждую сторону. Ну, досчитал до 5. Теперь смотрим на результаты. Я напомню, у нас бронзовая индейка. И что мы видим? Индейка, о, чудо, она без пеньков. Как так получилось? Может, нужно какое-то особенное умение? Может, навыки нужны какие-то? Может, мозги нужны какие-то особенные? Надо быть 7-5 во лбу? Или, может, у меня летом руки росли не из плеч, а из жопы? Да нет, нихрена, они из плеч растут. Да, вот они нормальные, такие здоровые плечи. Надо было просто дать индейке созреть, перелинять, когда у нее подождать, пока созреет перо и резать ее. Вот сейчас, в декабре месяц, все, индейка подготовилась к зиме, она созрела, все, и ощипывается она без всяких пеньков. То есть, индейку бронзовую надо резать 2 раза в год, когда у нее проходит линька. Ну, вот эти периоды, в общем, надо соблюдать. Не тогда, когда вы захотели есть, летом, весной, ранней осенью, а вот только в то время, потому что она ощипывается без пеньков только тогда, допустим. На самом деле, это был, конечно же, степ. В принципе, мнение мое это никак не изменило. Индейка бронзовая, как и любая темная или цветная птица, она ощипывается без пеньков только тогда, когда она уже созрела. А вот в любой период, когда вы захотите, пока она молодая, пока она линяет или пока она взрослеет, пеньки будут оставаться. Ну, хоть, как ты там, хоть 7-5 во лбу не будь, там, ничего ты с этим не поделаешь. Вот и все. Мы сейчас ощипали индейку, никаких приспособлений хитроумных, ничего. Все, пожалуйста, индейка чистая. Мы резали ту индейку нашу летом, когда ей было 4,5 месяца, в тот момент, когда у нее капсулировалось перо еще. Оно созревало, оно окрашивалось, поэтому вот мы имели такие последствия. Но в чем прелесть ведения домашнего хозяйства? В том, что мы едим птицу, домашнюю птицу, тогда, когда мы захотим, не тогда, когда она до этого созреет, тогда, когда у нее биологические факторы все вот сойдут к тому, что она готова. Заодно решил вам рассказать о том, что у нас получилось, в принципе, из этой индейки. Вот хочу показать, что, в принципе, довольно-таки много жира. Вот. И это еще не все. Это самец. Вот довольно много жира. Это я все оставляю для того, чтобы потом это пойдет в кашу, в мешанку. Хорошая печень. Хорошая печень. Нормальных размеров желудок. Ну, с кишками вам неинтересно, я думаю, будет. Но осталось сердце. Ну, и с сердцем все в порядке, в принципе. Такое плотное, упругое. Иногда бывает у бролеров вытаскиваешь, и сердце похоже на тряпочку. Особенно я замечал это у бролеров, которых находил такими, знаете, на спине, когда уже там умершие они. Вот, вскрытие делаешь, и сердце на тряпочку похоже. Ну, тут все нормально, как мне кажется. В общем, либо это корм, такой комбикорм, который у птицы позволяет откладываться таким вот отложением жировым. Либо, может быть, птица сама формирует на зиму такой вот запас, энергозапас, который ей будет позволять чувствовать себя довольно-таки вольготно в таких вот сложных условиях климатических. Ну, семенники их тоже сюда пойдут. А вот еще у нас, еще у нас осталось... Еще у нас там, где зоб тоже, там где зоб у нас тоже присутствует, в принципе, жирок. На груди у него тоже довольно-таки много жира было. Вот. Вот, посмотрите, вот здесь тоже жир есть. Вот. Ну, хорошими такими слоями. Я все-таки склонен думать, что это, наверное, все-таки у птицы такая вот физиология формирует вот такие вот жировые запасы. Так. Сейчас мы... Я думаю, по-любому у вас будут вопросы о том, сколько же весила эта туша. Мы обязательно вам решили это показать. Так. Десять, четыреста. А индюку... Сколько? Семь с половиной месяцев. Да, семь с половиной месяцев. Птицу я готовил к забою, поэтому кормил ее без ограничения. То есть, практически всегда у них присутствовал корм. Я в последнее время, когда комбикорма не было, я, в общем, там зерносмесем давал. Кстати, да, возможно, что вот появление вот таких вот больших жировых отложений, это с этим и связано. Потому что я давал зерносмесь кукуруза, ячмень, пшеница. То есть, примерно, ну, где-то дня два в неделю у них обязательно вот дневной рацион состоял полностью вот из этой пищи. Возможно, это вот влияние именно зерновых. Давал я их, зерновые, не потому, что там я как-то там решил птицу перед забоем как-то вот придать ей какой-то вкус от кукурузы или еще чего-то, или там, чтобы цвет тушки стал какой-то. Нет, ничего такого, ничего подобного. У меня совершенно четкое мнение по поводу того, что зерновые никак не меняют вкусовые качества мяса. Просто давал я, потому что там, допустим, в тот или иной момент отсутствовал комбикорм или просто у меня, допустим, там уже приготовлено было ведро с зерном, там мне лень было идти. Я просто давал и все. У нас обязательно на этой неделе выйдет гостевой ролик. Я напомню, обязательно мы будем в гостях у Ольги. Я уже анонсировал его. Я тут вот подумал еще, да, хотел уже ролик закончить, но подумал, наверное, может, все-таки дар какой-то особенный нужен для того, чтобы ощипывать индейку без пеньков, для того, чтобы делиться с вами опытом. Я бы хотел, конечно, передать вам этот дар и этот опыт бесценный, чтобы ощипать индейку без пеньков. Нет, ребят, никакой дар и не дар, и не бесценный опыт. Просто у меня новый тазик. Вот такой вот тазик, он прямоугольной формы, и в этом весь секрет, понимаете? Полоская в тазике прямоугольной формы, вы ощипываете индейку без пеньков. О, вот так вот, берите на вооружение. И я вру, я слукавил, я вам не до конца еще раскрыл свои секреты. Делать это надо, ощипывание индейки вот в таком тазике, обязательно вот в таких резиновых галошах. Резиновые галоши сверху чуть-чуть этого, такого материала, как на куртках идет. Вот обязательно, вот соблюдая вот эти вот два критерия, галоши на ногах и тазик прямоугольной формы дадут вам отличные результаты. Индейка без пеньков. Подписывайтесь на канал Птицы Домашние, оставайтесь с нами, вы увидите еще много всего интересного.